Жители Мордовии, которые имеют статус тружеников тыла, станут получать больше денег. Такое решение приняли депутаты Госсобрания Мордовии на состоявшейся 2 октября сессии регионального парламента. По предложению Комитета по социальной политике, выплаты, которые положены этой категорией граждан, увеличиваются в два раза. В абсолютных цифрах рост выглядит несколько скромнее. Комитет по социальной политике предлагает внести в статью 3 закона номер 102 з изменение в части увеличения размера ежемесячной денежной выплаты данной категории граждан с 4,35 до 864 рублей, поскольку размер этой выплаты не повышался с 2012 года. Сейчас тружеников тыла, получающих специальную выплату, в Мордовии 127 человек. При этом в силу их преклонного возраста цифра неуклонно сокращается. На реализацию измененной меры поддержки потребуются дополнительные деньги из республиканского бюджета. По расчетам Комитета сумма составит 655 тысяч рублей в год. Приняли в этот день депутаты решение относительно еще одной крупной суммы. Из федерального центра в республику поступили деньги на дополнительные выплаты советникам директоров школ и колледжей по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями. В соответствии с федеральным законом в республику поступил межбюджетный трансфер в размере 7,369,400 рублей до конца 2024 года. Данные поступившие средства позволят обеспечить ежемесячные выплаты в размере 5 тысяч рублей всех советников-директоров по воспитанию, фактически трудоустроенных и работающих в образовательных организациях Республики Мордовия. Педагогические темы коснулись в этот день еще раз. Владимир Чайбиркин поздравил тех, кто учит и воспитывает с профессиональным праздником. В депутатском корпусе Мордовии высшую и среднюю школу представляют 6 человек. Этот профессиональный праздник поистину стал всенародным. Каждый из нас был учеником. У каждого осталось в памяти любым учителем, наставником, благодарность которого мы сохраним в нашей душе. Павел Степаненко. Наши новости.